партнер проекта сайт man utd.one привет друзья с вами миша и ребят я вас поздравляю мы не просто обыграли гранату вы же понимаете что в нашем двухматчевом противостоянии но по сути дела все решено конечно сейчас те из вас кто научен на опытом десятилетий осмотрение футбола напишут комментариях что михаил не говори гоп прежде чем не прыгать да ребята я вам говорю гоп ну совершенно непонятно как такой мальчистрина это да может в принципе довольно таки дерзкой гранате достаточно жестко и агрессивно уступить на трафарде хотя бы 20 не понимаю ребят ну в общем сейчас мы не о каких-то гипотезах будем с вами говорить о конкретно о конкретном матче и сейчас будет стартовый состав чик в котором будет красоваться фамилия давида хей ну ребят так давайте в общем то в остальном состав был довольно банальный ну за исключением там кавани который вышел на замену не играл в старте но так и так детали 8 появление там до на джеймса в составе нас уже не удивляет а значит ну и пара типа фред почему почему не фреда почему пара была скотти и погба но пока чину значит как вам такая аналитика ребят по поводу дэхи появление в стартом составе может означать ну три вещи ну значит первое что то о чем может многие из вас подумали что значит ну все все хендерсона хватит сейчас сульшер показала что уже со стадии четверть финала действительно важная игра и сульшер таким образом показал кто действительно первый номер в команде это первая версия ребят вторая в лиге европы играет второй вратарь всегда вот пожалуйста лига европы второй вратарь то есть да это по эта версия исключительно в пользу хендерсона и означает она что в матче с тоттенхэмом 11 числа будет играть кто хендерсон я даже ребят практически готов с вами поспорить что с тоттенхэмом будет стоять хендерсон ну вот то есть я уже вам говорю что я за эту версию ну и третья версия она такая как бы лишь бы версия ради версии что вообще этим сульшер ничего не хотел сказать просто дэхея давно не играл ему нужна была практика и вот ну как бы ребята соответственно в комментариях я от вас жду какую вы приди какой вы придержитесь позиции так что друзья ну я как уже повторил повторю повторил сказал здесь просто ну собственно говоря второй вратарь традиции не меняются вот стоит дэхея ну а с тоттенхэмчиком будет дино стоять ребят на тут вы скажите вы только скажите я реально готов поспорить готов зарубиться что так и будет по матчу ребята по матчу значит в целом общая картина довольно таки двоякая да во первых во первых м ю играл с явным таком перед с я с явным перевесом в классе во владении мячом я статистику вы знаете никогда не смотрю на цифры я не знаю какой ball possession там в численном выражении но ощущенчески да мы играли первым номером но и соответственно и не давали особо ничего сделать сопернику там был в первом тайме какой-то удар в штангу но в целом не давали в защите играли солидно это с одной стороны но конечно таком с таким соперником как граната который бы еще раз повторю довольно таки бойкий и в чемпионате испании играет довольно резво ходит середняк да это это такая стандартная команда которая дает грандом всегда просраться но нас лупили по ногам играли то есть довольно таки и жестко и агрессивно но что мне не понравилось значит вверну конечно честь и хвала про голы я еще поговорю ну про голы что про голы про гол в общем то в топ про пенальти говорить особо нечего мы тоже ребят не блистали значит созданием моментов это было очень так сказать печально здесь объяснение конечно же есть да ну во первых наличие джеймса на фланге это это больше означает работоспособность там прессинг как любит говорить тема до дэниел прессинг джеймс но от него креатива немного он во втором тайме отдал посульку на бруно в штрафной площади бруно не забил но там на повторе было видно что офсайд но отметить все равно надо что дан джеймс сыграл как-то тоненько прочувствовать ситуацию хоть на доли секунды сотые все равно как выясняется опоздал вот так что ребята здесь конечно настораживает идей мало радует что вернулся поль погба и погба бился играл очень заряженно бруно стандартно значит вел игру но в целом то есть те люди которые были ответственны за создание голевых моментов это как бы вроде рэшфорд и гринвуд да ну и бруно само собой рэшфорд он меня в первом тайме бесил он много он много шел в неоправданный прессинг вот вам новый термин в неоправданный дриблинг так страдал стандартной фигней далеко от тебя отпускал мяч совершал очень много брака и гринвуд там в элементарных передачах ошибался тот же самый джеймс но я смотрел на это я понимаю но сейчас какой смысл хоть какой смысл хаять рэшфорда просто он все равно может забить собственно я тут на работе с коллегой смотрел матч и я то есть я говорю что сейчас ну то есть вот посмотри как играет рэшфорд да сколько ошибается но при этом в конечном итоге рэшфорд может взять и зарешать он взял и зарешал то есть вот ситуация ну там конечно там конечно пас линды лёфа такое что тони кросс просто я думаю сразу же набрал трубочку там видите после матча скал типа видите можно стоит проконсультироваться как как отдавать дальние передачи братан ты просто бог и король второй раз уже кстати такую исполнять передачку в этом сезоне линда лёф там в декабре с шеффилдом он исполнил нечто похожее и вот эта игра рэшфорда она конечно ну ребят наверх мы понимаем да что рэшфорда не ему не дал сучар доиграть по что он там после травмы недалечен но все равно как бы здесь его 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 вечное переигрывание она здесь не оправдание этому переигрыванию я я сильно сейчас не буду гнать на рэшфорда потому что человек в общем-то забил фактически решающий гол победный и это он умеет конечно рэш делать ну как никто да вот так вот убежать по не принять мяч на носочек и исполнить вот это прямо это прям его игра символично конечно что при большом количестве позиционных атак мы забили именно вот в таком в таком отрыве и не вот то есть из тех ребят кто вышел на поле ну тема конечно и зашелся в телеграме по поводу по ван дебе как он создал пространство партнером ну ребят это к теме это здесь здесь к теме я вот вот зайдите в телеграм-канал мы на это 2 и который матч дэй и там в секции комментариях в комментариях пожалуйста пишите там он он собирает факул фан-клуб ван дебе к вышел на 84 минуте сейчас ребят не настроен говорить как-то подробно про игру ван дебе к вот эти пять минут кого не в целом смотрите много бегал но мне все равно показалось что он не лучше сейчас находится физической форме так что марсиаль сломан и в целом по сути дела ребят единственный кто сломан из-за из ну из основы это марсиаль надеюсь что сейчас вот кого они как-то остановится и весну мы ну в смысле окончательно войдет в тело так скажем свое и решер тоже и выдадим ребят мощную концовку и давно не забил кого не исчестно так что рассчитан на него по что недаром наверно нас такое производил классное впечатление в прошлом году и вот ну по пару важных мячей я все-таки от эдисончика жду еще в этом сезоне ну что ребятка по поводу гринга можно сказать ну не только его ошибки отмечать наверное мальчик старается но они не зрелые ребята вот что джеймс да что рэшфорд что марсик что гринут они молодые и вот есть молодые не по годам зрелые они молодые и по годам незрелые в плане понимания футбола в плане понимания того когда свое время нужно с мячом расставаться и так далее это люди которые имеют скиллы мощные какие-то определенные да у кого-то это удар коды скорость у кого-то дриблинг у кого-то прессинг да как вы понимаете о ком я и вот они их из используют как вот как просто как в фифе когда ты играешь и у тебя в зависимости от параметров у тебя чувак там быстро ты взял команду и ты и побежал им но тебя кто-то там с хорошим ударом и давай ты бить этим ударом им постоянно вот примерно так вот про поле погба сказал мне понравилось как он работает как он двигается вот в целом на сейчас просто ребята все молимся что погба не сломался в конце сезона потому что при общем недостатке созидания у нас катастрофическая нехватка креатива и да на поле погба должен быть обязательно рядом с ним будет фред или скотти здесь наверное там больше зависит от матча и очень от ситуации и принципиальной большой разницы нет вот ну хорошо очень приятно что по сути это ребята это последняя возможность в этом сезоне как-то устроить какую-то ротацию потому что во внутренних кубках мы уже не участвуем и ну вот в ответ на матче конечно второй состав выпускать нельзя потому что мы всего лишь 20 выиграли но даже в этом матче до сульшер умудрился дать отдохнуть люку шоу собственно говоря ну рэшфорд ушел по ему ему потому что им нужно восстанавливаться да там погба отдохнул матич вышел вот так что вообще в общем то говоря в ответ на встречи ребята в ответ на встречи сейчас я посмотрю когда она будет я очень надеюсь что какая-то минимальная появится ротация потому что там будет все очень-очень жестко жестоко и ответственно даже возможно появится какой-нибудь амад диало например да вот у нас собственно говоря до пятнадцатого числа 15 числа 11 мы играем с тоттенхэм и потом восемнадцатого через три дня бернули да потом лиц то есть но берны лиц в принципе как бы казалось бы не супер мощные команды но там очки терять нельзя ну ребят ну а пример лиги мы поговорим кто-то вам превьюшка будет я вы как замечаете я немножечко халтурю в плане превью в последнее время но кто-то хэм превьюшка будет непременно 10 числа вот так что друзья считайте что мы уже в полуфинале лиги европы это я вам говорю и еще я вам говорю что тут на хэм будет играть дин хендерсон попробуйте поспорить со мной хотя бы по одному из этих пунктов ну а вы друзья не забывайте о потрясающих людях из man utd.one не забывайте о наших социальных сетях или сетях все ссылки там внизу ребята в описании подписывайтесь ставьте лайки никогда не отчаять потому что мы с сэкономерами с вами Миша пока пока а а а а а а а а а